Всем привет, в эфире Time Club, и сегодня мы с вами рассмотрим такая, ну, условно говоря, свежая, новая, но это далеко не новые все модельки, но, наконец-то, приехали к нам, причем приехали в достаточном количестве, потому что вы, 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 потому что у вас хороший отклик на эти модельки. Давайте их посмотрим, сравним, расскажем немножечко про них, а конкретно это серия G-Steel, что означает, что там стальные G-Shock'и. Ну и цена, естественно, там нормальная, порядочная, в районе 30-40 и где-то 50 тысяч рублей. Ну и, опять же, мы с вами определимся, от чего этот ценник скачет. Значит, на моей руке давайте начнем с первой. Это у нас 400-я серия. 400-я серия получила несколько интересных замечаний. Вот, давайте еще раз поближе, я покажу, в чем нюанс. Нюанс в том, что электронные циферблаты, которые к ней были добавлены, они, ну, так скажем, мелковаты, что ли, и их видят далеко не все. То есть, кто-то говорит, что плохо читается. Ну, опять же, блин, эти электронные циферблаты нужны для чего? Это таймер, это секундомер более точный, чем если мы возьмем, например, B-100-ю модельку. То есть, также на ремешке возьмем. Вот, то есть, у нее секундомер, это у нас... Где он по функциям? Пойдем сейчас. Вот. То есть, запустили, пойдет секундомер и так далее. То есть, секундомер, он пойдет с определенной точностью за счет центральной стрелки. Здесь же у нас секундомер будет электронный. Ну, и отсюда будет более точность. Более точные. Более точные показания. Короче говоря, прикол в чем? Давайте посмотрим их внешне, посравниваем, заодно пробежимся. У нас нету 200-й и 300-й, по-моему, линейки в наличии. Есть B-100, B-400 и B-500. Мы посмотрим, как менялись корпуса и что, и почему. На самом деле, до сих пор так нравится всем 100-я линейка. Давайте возьмем, по-моему, стальную на стальном браслете. Вот. И возьмем 400-ю серию. По-моему, 200-я или 300-я, она имеет такой круглый корпус. Вот. На нее было больше всего, условно говоря, нареканием. Она как-то сдвинулась визуально ближе к ЭЦБ. ЭЦБ-ЭЦБ-ЭЦБ-ЭЦБ-ЭЦБ-500, по-моему, серия была у EDIFIS. И вот как-то они стали внешне похожи. Ну, вот смотрите. B-100 линейка. И кверх ногами 400-я, конечно же. B-100 читается лучше, корпус чуть покрупнее. И, соответственно, за это ее любят больше. Визуально в ней агрессия присущей G-Shock'у. Ну, так скажем, побольше. Она помассивней, поинтересней. Ну, и поэтому выбирают ее. Но у нее нет электронных вот этих вот дополнительных ништяков, типа точности по секундомеру. Ну, опять же, функционал у нее достаточно обширный. И за счет этого она также и в цене растет в месяце с 400-й. Более того, B-100 какое-то время исчезала вообще. Вот. И ее длительное время не было. А сейчас она снова идет, снова поступает еще и в больших количествах. Смотрите. Значит, давайте по функционалу. Здесь у нас Bluetooth, естественно, солнечный элемент питания. И что из интересного? Ну, понятно. Таймер, секундомер. На 400-й здесь у нас солнечный элемент питания. Подсветочка электронная. Ну, и, в принципе, все то же самое. Короче, функционал практически одинаковое исключение. Это здесь у нас индикация даты будет в апертуре находиться между пятью и четырьмя часами. Здесь у нас будет, соответственно, на электронном все это и дата, и календарь вечный, и дальше прикол. Короче, они поуже. Вот эта кнопка. Вот для того, чтобы определить, подделка не подделка, вот эта вот, эта кнопка. Она не вылезает, это не заводная головка. Мерзопакостная. Так, и, 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 и быстренько возьмем 500-ю. Вот. Вот тут вообще кассио поугарали, честно скажу. Вроде бы это те же самые G-стилы. Весь тот же самый функционал, но они умудрились их сделать еще более зализанными. Ну, это субъективное мое чисто мнение. Вот. Ну, не знаю. Короче, выглядит вроде прикольно. Мне нравится конкретно на этой черной модели, что звенья, грани вот здесь отполированы, и это дает хоть какую-то игру, потому что, в принципе, они, ну, так скажем, немножко терялись изначально. Я когда их достал из коробочки, мне так сильно показалось, что какие-то такие игрушечные что-ли. Потом уже звенья заиграли, сюда заиграл, поприятней. Карбоновая ванна сильно уменьшает вес. Они, казалось бы, достаточно тяжелые, увесистые должны быть. По факту они не очень тяжелые. Вот. Ну, короче, здесь что? Здесь поработали над ошибками. Электронный циферблат чуть лучше читается. За счет того, что он чуть-чуть покрупнее. Ну, и именно в этом. Если в курсе, откуда это, то давайте я вам покажу. Форму узнаем. Вот это вот, это ГАБ-2100. Сразу взял именно эту модель, потому что теперь она доступна в синем цвете. Вот. Ну, и здесь, естественно, по функционалу, по-моему, все то же самое. Да, Bluetooth, солнечный элемент питания и все те же самые ништячки типа секундомера. Короче, прикол в чем? Пятисотая линеечка. Она прыгает в цене около пятидесяти. Значит, около пятидесяти у нас сотая. И, естественно, которая с покрытиями, она вот те самые пятьдесят. Вот такая вот симпатяшка. Вообще классно смотрится. Вот в начале видео четырехсотая была на руке. А вот эта вот соточка. Вот. Но если вам не нужны все вот эти ништяки с Bluetooth, но вы любите секундомеры там и так далее, офигенно будет вот такая вот модель. Это G-Steel S110. Вот. Есть черная. Она уже там на десятку почти дешевле. У нее также есть солнечный элемент питания. Да? Вот этот вот Touch Solar. Вот. Функции просто нужно будет помучиться с настройкой. Да? То есть вам не поможет здесь смартфон. Но смысл везде такой же, как на всех G-Shock'ах. Одну зажали, здесь откорректировали. Это, блин, ну это несложно. У нас масса этих настройок уже на YouTube. Можно выучить все и пользоваться без проблем. Но самая главная цена у нее примерно на десятку ниже. А то и на пятнадцать, чем у G-Steel B100, B400 и B500. Ну, такой вот краткий обзор у нас получился. Все это заказать можно на наших озонах, волдбересах и так далее. Вот. Милости просим. Переходите по ссылке и оставайтесь с нами. Вопросы пишем в комментариях.